очень рада видеть вас на своем канале и это очередной влог готовимся к новому году пришла нам елочка новая думала взять 2 10 в итоге взяла метр восемьдесят пять сейчас буду распаковывать собирать и вот такие штуки деревянные заготовки взяла всю на м и забрала вот такие деревянные заготовки чтобы с детьми расписывать например раз в год будет вот одна фигурка от кира на 1 от зои и вот каждый год мы будем новые добавлять игрушки на елку которые они делают своими руками ну либо как-то участвуют в их создании время обеда это у нас бараньи котлетки на гриле с кедровыми орешками ребрышки в сладком соусе высылать к простецкий и шашлычок из баранины собрала красавицу кое-как очень легко собирается из трех частей уже на нее намотаны были вот эти фонарики то есть одна вторая третья плюс подставка ничего никакие белки ветки крепить не надо как раньше надо было смотрите какие иголочки кайфовые как у настоящей елки то есть вот так вот даже впритык от настоящей не отличить шишечки тут крепятся вот в такие вот проволочки их можно менять двигать то есть вот повернуть например шишечку прям как будто живая елка стоит ну красота же еще солнышко вышло так я вот думаю куда ее ставить вот здесь убирать такой наш мини-бар либо вот здесь здесь тоже такой мыс у нас бардак этому купили новый матрас для зои для того чтобы она была вторая кроватка была укира на в комнате постепенно она привыкала там спать хотя у нее нет проблем с привыканием это мы стирали все с улицы с дивана сняли еще не убрали а это наша новая беговая дорожка вот так вот очень ей довольны я куча вопросов на в инстаграм по поводу дорожки но они попозже расскажу немножечко иди ближе сюда ближе надо в начало идти новая игрушка берешь ближе все медленнее давай делай все все тут уроки во все идут я уже вернулась в лондон кто не знает меня долго не было дома то есть я уезжал в москву на полтора месяца мне делали операцию которая требует долгого восстановления вернулась домой а тут меня ждала приятная так сказать встреча это не книжка итоговая как она будет это была первая печать для того чтобы проверить качество картинок внутри то есть качество изображений меньше намного чем будет книгам то есть книга будет вот такого формата как вот эта нижняя потолще я не кстати тоже вам страница страницу похоже даже потолще у нас будет то есть вот эта книга вот в такой же твердой обложке но лучше качество она будет матовая то есть дизайн такой же но она будет больше и твердой обложке это мы пока тестировали вот она сзади красавица вот она спереди и вот она внутри все 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 тут материалы конечно огромное количество и это учебник то есть это не просто книга который почитать полноценный учебник 1 у нас выходит русскоязычная версия печатная в большом формате будет электронная версия но она будет через несколько месяцев только после главные книги которая будет в твердой обложке вот это сейчас проверяли как я уже сказал качество печати качество картинок и все нас устраивает при том что эта печать хуже чем та которая будет в итоге то есть главная задача была чтобы был виден каждый штрих поэтому мы собственно и платим за самую лучшую печать мы это я и мои партнеры с которым мы вместе занимаемся сейчас книгой все 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 это полноценный учебник с которым даже самого нуля начинающий художник который никогда не рисовал может что-то достойно изобразить здесь вот даже показывать штришки а будет еще качественнее печать об авторе тут немножечко конечно потому что так как книжка выходит еще на англоязычный рынок но хотя на англоязычном знают меня уже по многочисленным выставкам по передачам телевизионным но все равно не так широко как в россии иди сюда а потом меня вот зоя теперь покружить чуть-чуть помягче просто за ручки ц ты сд prominah отече ответ а говор eens зои как Делаю закусочки на ужин, начала делать блины, кладу относительно немного икры, потому что оно так в рулетик будет загибаться, иначе слишком много и невкусно уже будет. Тут такие ролики из лаваша, филадельфия, огурчика и семги. Это все посыпано белым и черным кунжутом чисто для красоты, потому что кунжут от вкуса никакого не даст. Смотрите, какая красота. Сейчас я беру часто художественные книги, на них ничего не видно. Я хотела сделать противоположно, чтобы было видно все, чтобы ни одного вопроса не было. Каждая часть лица разобрана, каждая часть портрета, оси, что такое оси, как их использовать, куда поставить ухо, не просто как нарисовать ухо, а где оно должно находиться, глаза, то же самое. Все, все, все. Как пользоваться осями, а то все их рисуют, а многие даже не понимают, что это такое. Анатомия, пластическая анатомия, только та, которая необходима, чтобы нарисовать что-то. Разные типы старения век, как это на черепе все выглядит. Разные типы век, в принципе, нависшие, азиатский разрез глаз, впалые веки. Пошагово разобрано рисование каждого момента в портрете. Здесь, например, те же самые реснички. Брови. У меня уже было видео по бровям бесплатно для всех на ютюбе. Заходите, смотрите. Все по частям, последовательные рисунки, везде, чтобы у вас была насмотренность, потому что лучше много раз увидеть, чем один раз услышать. То же самое. Вот оно. От начала идет, издалека, вблизи. Целиком, как выглядит этот портрет. Все восемь стадий вблизи. То же самое все. Нос. Как оно внутри выглядит. Как оно легче понять освещение носа. Как его рисовать объемным. Детские носы. Взрослые, мужские, женские. Губы. Все то же самое. Возрастные изменения. Везде будут анатомия. Везде возрастные изменения. Шея, уши. Я думаю, уже в поле-менее все. Естественно, штриховка с самого нуля и до конца. Как ее делать. Волосы. Кудрявые волосы. Прямые волосы. Все по стадиям. Драпировка. Основа светотени. Рисунок круглого объекта. Самый важный урок. И в отличие от предыдущей книги, здесь, конечно, намного качественнее иллюстрации. Для чего нужны вот эти складки, драпировки и так далее. Далее наброс. Как рисовать стекло и металл по стадиям кисти рук, стопы. На кисти рук стопы они так мельком, потому что если кисти еще к портрету относятся, стопы уже нет. Но это так для расширения кругозора. Наброски, зарисовки. Важнейшая глава. На втором месте, наверное, после основ светотени. С чего начинать? Наброски с локальными пятнами. Как будет выглядеть набросок без дополнения, добавления теней. Вот как он выглядит в итоге. Как он выглядел до этого. С чего мы начинаем вести этот набросок все стадии. Вводить пятно локальное, либо не вводить. Что такое композиция? Что такое эскизы? Как от наброска прийти к большой работе? Что такое линейный набросок? Что такое набросок по локальным пятнам? Как делать освещение? И как от наброска к той же картине прийти? Все по стадиям. В нашем деле, в изобразительном, лучше один раз увидеть, чем тысячу раз услышать. Поэтому очень много картинок с крайне детальной вот этой раскадровкой. Портрет, естественно, стадии портрета. Портрет на крафтовой бумаге, портрет пожилых людей, портрет детей, композиция портрета. Разные схемы композиционные с примерами и так далее. Тоже очень важная глава, о чем крайне редко можно где-то найти информацию. Вот, например, могу показать содержание, вступление об авторе, как работать с этой книгой. Очень важный пункт, потому что часто бывает, что люди покупают книгу, а что с ней делать и как ей пользоваться, непонятно. Вот, все написано по пунктам. Я специально расписала, чтобы вообще никаких вопросов не было. Как работать с этой книгой? Главы основные, то есть три основные части. Это части портрета, практика, сам портрет уже. Потому что в главе практики это все задания, которые надо пройти с самого нуля до, собственно, того, как вы перейдете к портрету, либо вести параллельно. Мой хэштег, по которому люди, которые уже купили книгу и начали по ней рисовать, тут указана вся инструкция, как с ним работать. То есть даже после того, как вы прочли книгу, она вообще создана таким образом, чтобы ее прочитали не один раз, а по ней именно обучались. И эта книга написана по моему авторскому методу Шима Метод. Поэтому хэштегу тоже можно найти некоторые работы моих учеников. И те, кто будут заниматься по этой книге, в том числе, кроме Аршима Бук, могут делать хэштег Шима Метод на Инстаграм. Мы будем раз в месяц выбирать лучшую работу. Может быть, это будет не лучшая работа, а лучший прогресс до-после в Инстаграм. И будем делать какие-то... Я буду делать репост в своем Инстаграме. Вы сами понимаете, там есть все-таки какое-то количество людей, и к вам страничку будут заглядывать. Либо или и то, и то. Мы будем еще разыгрывать какие-то призы вместе с The Nard Supply. Ну и, собственно, эпилог. Вот такая вот книженция. Сейчас мы скоро будем уже открывать предзаказ. Но вообще, для того, чтобы узнать, когда будет предзаказ на эту книгу, нужно зарегистрироваться на сайте книги. Ссылка под этим видео. Этот сайт называется Join A to Z. To Z, to Z, как хотите. Даже если вы не планируете покупать книгу, на этом сайте при регистрации все могут скачать бесплатное руководство такое пошаговое по рисунку. Ну, какого-то объекта. Периодически эти руководства мы будем обновлять. Вот сейчас уже пора выставлять другое, второе. Но мы, наверное, сделаем сначала рассылку по предзаказу, а потом уже еще будут материалы тоже. То есть, периодически мы будем публиковать там материалы. Также на этом сайте, вот те, кто подписаны, будут получать рассылку там, ну, наверное, раз в месяц с видео, которые появились на моем канале. То есть, потому что YouTube сейчас не показывает подписчикам мои видео новые. Большинству не показывает. То есть, там, например, 2000 только видят в обновлениях, максимум 3000 видят. Чтобы ничего не пропустить, бесплатные обучающие мои YouTube видео там же будут в этой рассылке. Мы будем разыгрывать призы тоже с ZenArt. Это полезный ресурс, работа учеников до-после и так далее. Все это на drawing A to Z. Потом еще новые книжечки будем делать. Но сейчас пока с этой справимся. Шла огромная коробка с холстами. На самом деле, холсты небольшие. То есть, холсты тут всего метр на метр. А коробка как будто тут двухметровые холсты. Три штуки. Я придумала эскизы для нового триптиха. И сейчас, собственно, его начну. Ну, единственное, у меня для картона очень маленький кусок бумаги остался. Тоже елочку мы нарядили. Ну, не до конца, но так, более-менее. Сейчас достану и попытаюсь нарисовать картон. Либо сразу начну на холсте писать. Учитывая, что нет бумаги в достаточном количестве. Может быть, я кисти отрисую на картоне. А остальное уже на холсте. Посмотрим. Достала холсты. Один рваный. Остальные просто отвратного качества. Не берите. Хобби Крафт. Вот эти холсты. Раньше у них были дешевые, но хорошего качества холсты. Сейчас просто отвратительные. Ну, про рваные говорить нечего. Вот так сразу видно. Вот это волны на холсте. Очень тонкий для метрового подрамника. У них в характеристиках конкретно к этому не было написано. Какая у него толщина. Ну, тонкий. Это ерунда. Исп он был, наверное, нормально натянут. Ну, будем им писать, возвращать. Поработала он называется. Вот достала из своих закромов старый холст. Вот это старый холст, какие делали Кобер Крафт. По натяжке. То есть, смотрите на степень, как продавливается. И вот здесь, как оно продавливается. Вообще, в принципе, здесь много очень синтетики. И поэтому оно тянется слишком сильно. А если сильно холст тянется, Ну, про подрамник хлипкий я вообще молчу. Если сильно холст тянется, это значит, что когда вы будете писать, при любом растяжении, у вас вот этот грунт, ну, то есть, грунт высохший, нанесен на ткань. Если ткань продавливается, натягивается, то этот грунт трескается. И потом трескается красочный слой. На вот этом подрамнике есть возможность это все дело подтянуть посильнее. Ну, на нем я уже писала портрет. Тоже я не могу сказать, что я в восторге от этого холста, но как вариант дешевых холстов, неплохой. Самые лучшие холсты, которые вообще идеальные, к ним никаких нет претензий, это вот эти холсты от Артина. Они прекрасно натянуты, вот плотно. Палец не продавливается. Вот эти просто как барабаны. Вообще ничего не продавить. На них хорошо работается. Цвет вот ничего не... Ну, выжухает в процессе, но это потом я прокрываю, это не важно. А так прекрасно на них работают. Артина перестали производить холсты, поэтому, к сожалению, у них только ограничены ей остатки форматов, и они мне не подходят. В Джексонс хотела сейчас заказать, но в Джексонс, к сожалению, тоже размер нужный мне сейчас отсутствует. Это у них популярный. Поэтому я решила, середину триптиха напишу на вот этом холсте. А две боковые части куплю уже тогда холст. На тонком подрамнике я не очень люблю на толстом подрамнике, потому что смотрите, вот это в кладовке занимает два раза больше места, чем вот это. Это легче-легче повесить на стену, соответственно. Ну и для транспортировки тоже гораздо удобнее. А вот эти большие и тяжелые я не любитель. Вот тут картинка. Сейчас мы провели урок с ученицей. Писала она с натуры. Было, стало, было, стало. То есть это я на уроке объясняла, что именно, ну, глядя на, естественно, фотографию натуры, что именно тут не так. То есть, в принципе, если учитывать, что чуть ли не один из первых, если не первый этюд с натуры, то камера, конечно, искажает. Тут по оттенкам получше. Основная какая тут проблема? Проблема основная, что даже если, при том, что черты лица все на своем месте, вот здесь слишком нависает лоб, и, ну, вы не могли не заметить, что как будто тут синяки, как будто человек побит. Как это все убрать? Как сделать более круглую форму, более свежую? При тех же синих рефлексах была задача сделать свет, освещение, как будто в синеватом пространстве. Здесь обратите внимание, как вылетают глаза, они совсем не подходят ко всему этюду, они слишком контрастные, слишком блики на них ядреные. Вот эти вот обводки у глаз тоже ломают естественность формы. Когда это ушло, все остальное дотянулось, возникло теплое, холодное такое свечение кожи красивой. Сразу же другое ощущение, то есть более свежего лица, несмотря на синеву. Как закруглился лоб, обратите внимание. Подвинулась только ушко совсем чуть-чуть ниже, и линия лба вот здесь буквально на миллиметр два обрезалась, и просто она ушла в тень. Когда возник объем, сразу голова выглядит более аккуратной, лоб выглядит в два раза меньше за счет того, что на нем появился эта тень. Сразу это все дело закруглилось.